В разговоре о викингах я опираюсь больше на тексты, на литературу. Впрочем, и работаю с материальной культурой викингов, и с их кораблями. Мы обязаны, как деятели науки, обращаться к литературным источникам. Дело в том, что когда говоришь про материальную культуру, или отношения повседневности, или отношения человеческие от души к душе, то очень бывает скверно, когда не остается внятного литературного текста, который сообщил бы, как это все было. Вот понимаете, как, может быть, пройдут века, может быть, даже, кстати, не очень долгие, и от нашей цивилизации ничего не останется, и вот прилетят инопланетяне, или возродятся там дерифины, займутся раскопками, и зададутся вопросом, а как мы использовали соль? Везде, во всех рекомендациях читаем, посолить по вкусу, по какому вкусу, что это значит? Вот понимаете, такие пробелы, они закономерно возникают, когда говоришь о культуре, от которой дошли, или образцы высокой культуры, или не дошло ничего, хотя известно, что культура была на высоком подъеме. Вот такие сложности возникают. В моем разговоре, в моем рассказе, который вполне можно прерывать, я часто буду говорить, не знаю и неизвестно, что под этим следует понимать. Если я говорю, что не знаю, это значит, это неизвестно лично мне, поскольку, как у всякого ученого, как у всякого любителя, скандинамистика – это не основное мое направление, и германист. И вполне понятно, что есть лакуны, как есть лакуны у всякого образованного человека. Ну, а я, как ни верти, все-таки образованный человек. У меня есть даже несколько свидетельств тому бумажных. Вот, и если я говорю неизвестно, это значит, что неизвестно науке. Это значит, что мне точно известно, что это неизвестно. Вот, и мне проще, как человеку науки, опираться на так называемые живые камни. Что такое живые камни? Среди многих моих увлечений археология. В археологии живыми камнями называются те камни, которые не были потревожены, которые не снимались с места, чтобы с ними сделать селфи, и не ставились обратно. Вот в археологической науке и во всех науках, которые черпают археологию, есть принцип опираться только на живые камни. Если камень не был снят с места своего, если его никто не двигал, а почему нельзя снять камень, сфотографироваться и поставить его аккуратно в ту же выемку, которую он занимал, а чтобы не создавать прецеденты? Потому что в следующий раз его поставят почти в ту же выемку, потом его поставят, кто как вспомнит, какой гранью, и дальше больше. Наука может опираться только на проверенные факты. Вот это принцип науки. И мне бы хотелось его держаться, поэтому многие факты, которые мне кажутся сомнительными, я не буду публиковать, а за исключением фактов несомненно, сомнительных, потому что это интересно. С чего начать? Как филолог я и начну с великого открытия для всей мировой литературы, с открытия того документа, вернее корпуса текстов, который называется «Условно старшая Эдда». Первый вопрос. Что такое Эдда? Правильный ответ – никто не знает. Эддой Снорис Турлусен назвал свое сочинение неизвестно почему. Вроде бы слово «Эдда» похоже на название какого-то местечка, подле которого родился Снорис Турлусен. Вроде бы оно похоже на слово «поэзия» и значит это «поэтика», а в общем-то книга Снорис Турлусена, называемая теперь «Младшая Эдда» по сравнению со «Старшей Эддой», о которой сейчас идет речь, и которая хронологически по времени написания должна бы быть «Младшей Эддой», но условно называется «Старшей Эддой» вопреки факту. И, собственно, «Младшая Эдда» – это поэтика, это трактат о том, как создавать поэтические произведения, опираясь на существующую мифологическую традицию. И, наконец, единично в одной из песней слово «Эдда» встречается в значении «пробабушка». То ли, да, Снорис Турлусен захотел прослабить свою малую родину, то ли он не совсем верно написал, что это учебник поэтики, то ли по каким-то неведомым причинам, возможно, из чисто человеческой симпатии, решил назвать свою книгу «пробабушкой». А когда была обнаружена в 17 веке, обнаружена эта книга, которая сейчас называется в библиотеке Исландии, она находится в Исландской Королевской библиотеке, куда была отправлена из Копенгагена. Не так уж давно, в общем-то, в 20 веке это случилось. Вот этот кодекс Региус 2365 – это текст, который датируется 14 веком, 13 веком, простите, который, в общем-то, по времени написания моложе, чем песня о небелунгах, но отражает отношения и процессы общественной и общественного восприятия и коллективной чувствительности, которые предшествуют многими столетиями тем отношениям, которые описаны в песне о небелунгах. То есть, песня о небелунгах описывает жизнь, ну, как бы так сказать, ну, представьте, что песня о небелунгах описывает жизнь российской столицы в 19 веке, да? А старшая Эдда описывает жизнь глухого села в 20 веке. Понятно, что текст написан позднее, а отражает то время, до которого еще не докатились феодальные отношения. Отражает родоплеменные отношения, понимаете? Ну, как сейчас, ведь очевидно совершенно, что стадиально различное развитие людей, человеческого сознания в пределах центра, в пределах МКАД, за пределами МКАД, по Осташковскому шоссе, а дальше Осташково, я не знаю, что. Ну, вот, то есть, а дальше там начинается уже какой-то край географии, уже где-то лопатка третьего слона, вот, боязно представить себе, то есть, там где-то этот плавает мировой змей, да, и дальше начинается хаос, чудовище и прочее. Вот, и стоя на мосту где-нибудь в Балабаново, ты не удивляешься тому, что поезда идут в Москву, но странно увидеть, что поезда идут из Москвы. Хочется сказать, остановитесь, куда вы едете, зачем? И, вот, итак, кодекс Региос, это сборник песней из нескольких тетрадей, в основном на пергаменте, одна только тетрадь на бумаге, наиболее поздняя, и с большой лакуной, примерно в одну тетрадку. То есть, если не ошибусь, по-моему, пять тетрадей по восьми листов, четыре тетради по пять листов. Могу ошибиться, здесь не считаю зазорным. Вот, эта книга, она сохранилась в единственном списке. Пропущенную страницу мы восполняем по младшей Эде, по так называемым эдическим песням. То есть, песнь, похожая на Эду. Эта книга была названа первооткрывателем книгой Сэмунда Мудрого, то есть, известного волшебника и мудреца. И до сих пор это название часто фигурирует в науке, потому что надо же как-то называть этот текст. Вот это песенная Эдда, или старшая Эдда, или Эдда Сэмунда. Которая противопоставляется младшей Эдде, написанной выдающимся ученым 16 века, Снорис Туркуссом. В Эдде выделяется... Почему я сказал 16 век? Чушь какая-то. Вот, здорово. В Эдде выделяется два цикла, условно, два цикла песней. Это песни о богах и песни о героях. В песнях о богах, преимущественно в песне про Ирицания Вольвы, мы узнаем о том, как устроен мир германно-скандинавской мифологии. Вот здесь сделана попытка собрать воедино две концепции мироздания. Так называемую вертикальную и так называемую горизонтальную. Здесь обозначены девять миров Эдды. Что есть вертикальная концепция? Вертикальная концепция обозначена графически на полях одной из страниц, где представлен священный ясенник Дроссиль, вполне условно. По центру у него три кружочка. Кажется, это... Здесь вы не увидите эту схему. Три кружочка, которые, кажется, обозначают три мира. Какие под знаком вопроса? У ясеня три корня. Эти три корня принадлежат Норнам, богиням судьбы, которые между собой не сестры, как мы узнаем из старшей Эдды. Впрочем, из старшей Эдды мы узнаем, что один корень находится у асов, другой у альвов, у гномов пещер, у эльфов пещер, у гномов. Третий у людей. Впрочем, где-то мы читаем, что один корень находится в хель, другой корень находится у иниистых великанов, третий у асов. То есть единства нет. И тут надо учитывать, что вообще говоря, когда мы читаем тексты мифологические, то большей частью мы узнаем о богах от поэтов, когда люди уже начали писать и, стало быть, критически осмысливать жизнь и прибирать изрядно. Во-вторых, в богов верят, ну, кажется, всюду примерно одинаково, то есть бардак и чехарда в голове полнейшее, но поклоняются им по-разному, дают им разные имена, дают им разные обличия. И это обычно для всего древнего мира, для всего язычества. Вот у нас есть... Так, если говорить про иудеохристианскую мифологию, простите меня, это, конечно, странно звучит, мифология применительна к живым религиям, потому что, когда говоришь миф об убийстве Бальдура, то сомнения возникают, что это миф. Сказать миф о воскресении Христа, понимаете, или воздвижении Христа Господня, это что-то режет слух немного, да, согласитесь? Вот, ну хорошо, как Фрезер, назовем иудеохристианская мифология, то у нас есть тексты, которые представляют собой канон. Больше всего повезло в этом смысле Корану. Коран самый нетронутый из священных писаний. В иудаизме был принят фезуистический подход. То есть все, что вошло в Библию до сей поры, в какой-то момент было решено, в III веке до Рождества. Все священное, все, что было, а после уже ни одного слова нельзя. Да, то есть в христианстве было сложнее на Никейском соборе, когда создавался канон Нового Завета из 27 книг, поскольку Евангелий было около 30, значительная часть из них дошла. Этих апокрифов нужно было выбрать то, что станет каноном священного писания. А вот что касается древнейших культур языческих, то там нет таких канон. И в греко-римской культуре его не было. Мы опираемся просто на книжку, которая очень похожа по внешности, по содержанию на Библию. Это книга Николая Альбертовича Куна, что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях. Издаваемая, написанная для школьниц, учащихся царских гимназий. Это не канон мифологии греческой. Это компактно собранные пересказы литературных памятников с известными купюрами, потому что когда-то древочкам приходится говорить, что там Зев с обманом одолел Хроноса, не вдаваясь в подробности. Так что никаких ожиданий. То есть, если путаться начинаю я, если путаться начинаете вы, когда читаете индические тексты или исландские саги, или ирландские саги, то в этом нет ничего удивительного. Это нормально. Но что можно сказать об этих девяти мирах? Это именно девять миров. И так есть вертикальная концепция. И есть концепция горизонтальная, в которой центр мира занимает Мидгард. Мидгард буквально это центральная усадьба. Это обитаемые земли. Это то, где мы живем. Мы живем в центре, в Мидгарде. А всякая дрянь находится в Удгарде, то есть на периферии. Как возвращаться к современной мифологии значения МКАД для жизни москвича и живущего за пределами его в хаосе? В общем-то, то же самое. Все черное, страшное и мрачное находится за пределами этого круга земного, где плавает мировой змей. И там за пределами Удгарда уже находится, собственно, мировой хаос. То есть чем ближе к центру, тем отчетливее, внятнее и реалистичнее бывают события. Чем дальше на окраину, тем более они бывают причудливы. И совсем уж хаос начинается там, где за пределами круга, за внешней частью круга. Итак, центральная усадьба, обитаемая Земля. Естественно, в центре любого космоса оказывается тот народ, который создает космогонию. Мне как-то довелось видеть, что дедушка учитель, мой приятель, учитель географии из Уэлена, дал нарисовать карты географическую своим ученикам. Как выглядели все карты? В центре Уэлен, рядом остров Святого Лаврентия, а по периметру все прочие страны, кто какие вспомнил. Так что вполне естественно. В центре живут люди, а люди это, собственно, те, кто и создают эту культуру. Мы их будем называть викинги, хотя кто такие викинги, не очень понятно. То есть это все обитатели Финоскандии и, возможно, пространства России современного, Гренландии, а то может быть и Америки на какое-то короткое время. Вот. Итак, в центре Нидгард. Кроме того, собственно, Ясенник Дроссиль находится в центре. А где Асгард? В центре. То есть что, у мира три середины? Нет. Середина у мира одна. А что в ней находится? Мидгард, Асгард, Священный Ясенник Дроссиль. А разве такое возможно? А вы ищете здесь логику? А логики здесь нет. Вернее, здесь есть своя, здесь есть мифологическая логика. Понимаете, если центр – это то, где хорошо, то в таком случае именно там должен расти Ясенник Дроссиль, именно там должен быть мир богов, именно там должен быть мир людей. И, в общем-то, если говорить про Вальхаллу, то она тоже где-то в центре. И, как и сейчас, в общем-то, если посмотреть на слово употребление, слово «центр», то оно, как правило, обозначает что-то хорошее. То есть ты идешь по Чертаново и видишь какой-нибудь культурный центр. Понимаете? Никакого центра в Чертаново быть не может, естественно. Но это значит, что что-то хорошее. То есть какой-то мидгард. То есть это какое-то место, где есть, где собственно середина. Вот таким образом середина в представлении древних людей, данных сущих викингов, середина – это там, где хорошо, там, где собственно обитаемые земли, центральная усадьба. Кроме того, мир – это не единый космос. Мир разорван. Это девять миров. Насколько больших? Да. Может ли быть такое? Может быть такое. Вот мы читаем Илиаду. Где происходят события? Они происходят под Троей, они происходят под Ле и на Олимпе. Между ними челноком носятся Ирида и Гермес. С новостями и вестями. А между ними что? Некое пустое пространство, белое пятно. Так же, как в музах Геродота. Геродот пишет нам про перцев, про египтян, он был в Египте, про греков, про тех греков, которые живут на Украине. Кажется, он даже там бывал, где-то неподалеку от Очакова города, в Ольвии, Сергея Ольвия Политова или Борисфинитов. И там происходят, в общем-то, реальные события. Чем дальше от обитаемых земель, тем удивительнее становится мир. Вот Испания, где в жару текут реки из золота, потому что горят леса, золото выплавляется из земли, течет по руслам рек. Вот Индия, где золотоносные муравьи величиной собаку. То есть это не Хаттабыч придумал, просто Хаттабыч образованный человек, он подсказывает Вольке в соответствии с теми книгами, которые составили Каукьево, чтение, когда он был еще молодым джинном. То есть он учился по Геродоту, естественно. Да, золотоносные муравьи величиной собаку. Вот Европа, на севере которой вечный юг. Господи, на севере которой вечный юг. Прекрасно сказано, Сизенос. На севере которой вечное лето. Там гиперборейские земли, где отдыхает Аполлон. Но к ним пройти труд. Там люди с песними головами, там люди с дыркой рта вместо пупа, и нет у них головы, а вместо сосков у них глаза, блегмы. И с хеопода с одной ногой. А вот Эфиопия, самая жаркая страна в мире, где живут самые добрые люди и самых злых людей, они заховывают в кандалы из золота. Геродот честно пишет, что вообще говоря, я не очень уверен в том, что это правда, но другой информации нет. То есть это все, что можно было узнать у пьяных матросов в Приморских кабаках. Но как честный ученый, он обязан это зафиксировать. Он обязан до нас это донести. То есть и мы видим, что Геродот говорит вроде того, что вот да, пока неизвестно, пока на карте разрыва, белые пятна, неизвестные земли, но со временем узнает. И точно, как в воду глядел, отец истории, дети истории, внуки истории, правнуки истории и так далее, глядя на историю Геродота, как на Эду, то есть прабабушку, создали историческую науку, создали географию. Итак, мир разорван, там есть белые пятна, в которых ничего, он не представляет, он не трехмерный, не единообразный и не бесконечный. Это 9 миров. Насколько большие 9 миров? Не больно-то, если Хугин и Мунин, вороны Одина, за сутки облетают все 9 миров и приносят ему сведения о них, то стало быть, это не очень большие миры. Вообще о размерах. Вот, скажем, поле Вигрит, на котором произойдет решающая битва между силами добра и зла в конце света. Оно 400 на 400 сажен. То есть, понимаете, это несколько гектаров, на которых, опять-таки, если смотреть глазами Декартова человека, не поместится столько огромных, омерзительных тварей и таких величественных, огромных богов. Но они как-то помещаются в этом мифологическом пространстве. Опять-таки, здесь своя логика, логика мифа, где действуют, конечно, свои законы, но это закон о сновидении. И как в сновидении, так и в мифологии. Мы не слишком всему удивляемся. Согласитесь, единственное чувство, которое трудно испытать во сне, это чувство удивления. Все остальное вполне. Вот так и с мифологией. Здесь действуют свои законы. Итак, мир разорван. Он не разорван, а он представляет собой девять миров. Между ними отсутствие пространства. он ориентирован с севера на юг, и юг, естественно, вверху, а север, конечно, внизу. Сейчас из словаря современного человека все больше исчезают слова запад, восток. Люди предпочитают пользоваться словами направо, налево. А где Париж на карте? Налево. А где Новосибирь? Направо. Вообще, это называлось раньше запад и восток. Вот, что касается мира древнего, то у всех народов он ориентирован с севера, внизу, на юг, наверху. Древнейшее свидетельство тому, так называемый Туринский папирус, карта древнего Египта, где бык, лежащий в Ниле, ориентирован как раз с севера на юг, юг наверху, как и все хорошее. В исламском языке сохранилась до поныне поговорка «иди ты вниз на север». То есть, если долго идти на север, ты окажешься внизу. Возможно, потому же, почему и холодный воздух тянется вниз, а теплый поднимается наверх. Возможно. Вот, какой человек живет в таком разорванном мире? Как любая реконструкция, это не вызывает доверия, потому что реконструкция. Как только реконструкция, то наука всегда смотрит на этот способ. Естественно, до нас дойти ничего не могло в первозданном виде, потому что нет долговечный материал. Дерево, хотя викинги любили три дерева. Это ясень, прочное дерево, это дуб, прочное дерево и сосна, порошивое дерево. В общем, то, что и было под руками. Дом, похожий на корабль. Вот дом в древности, независимо, это викинги или это наше наивное сознание в дачное, шестисоточное. Когда мы строим дом, то мы уподобляемся древним, которые отделяют, которые строят его частями. То есть, центральная усадьба, центральное жилище. Представьте, дачу, дровяной сарай, удобство, кухня. Вот эта наивная архитектура, которая, анализируя жилище, представляет его разобранным на разные миры. Мир удобств, мир дачи, мир кухни, мир дровяного сарая и, собственно, дом, в котором мы живем. Постепенно они будут собираться воедино. Первое, с чего я начну, осталось уже второе, это клады пикингов. Начну из пересказа, истории, которую вы все помните, но обозначу в ней кое-какие акценты. Расставлю. Троица авторитетных богов Один, Локи и Хеймдаль. Хеймдаль, вы знаете, это вообще просто синякура быть таким богом. Ему нужно всего-навсего протрубить в рог, когда начнется конец света. Поскольку он задерживается, то, в общем-то, все почести, без малейшей ответственности. И вот три великих бога идут, так скажем, на прогулку и видят выдру, которая поймала лососик. Они не знают, что это на самом деле отр, сын Хейдмара, который принял облик выдры. Представляете, какой древности имя, если оно сохранило свое созвучие с нашим словом выдра. Древности слова, да? Как и там, венгерская удра, да, как и наша выдра. Собственно, этот отр поймал лосося и ел его, зажмурясь от удовольствия. Локи подбирает камень, бросает его в голову выдры, выдра испускает дух, да, с карлика выдра сдирают кожу и бегут хвастаться к каму-кейдмару, который, увидев эту самую выдру, начинает вопить и кататься по земле, поскольку узнает в этой шкурке некоторую часть своего отпрыска. За это убийство полагается вено, выкуп. Где его взять? Боги отправляются к водопаду Андваре, где на этот раз плавал другой карлик, одноименный с водопадом, карлик Андваре, приняв облик лосося. Боги растягивают сеть, загоняют лосося в сеть, тот вынужденно превращается в карлика, а карлики, известное дело, они очень трудолюбивые, читай, жадные, прижимистые, у них всегда есть золото. Локи требует золото, вот карлика, все, что у него есть, карлик отдает, но при этом прячут руку, а на руке у него кольцо, которое Локи заметил. Локи говорит, дескать, и колечко. Карлик отдает кольцо, а к нему проклятие. Дело обычное, что такое проклятие? Проклятие, в общем, человек довольно легко. Это та же самая система, что компьютерные вирусы. Понимаете? То есть, вы залезаете как-то в наибной надежде скачать московский дворик, Поленово, сайт Третьяковской галереи, а к нему привешивается еще и нечто, что в проклятии звучит, как горе злочасти. То есть, дескать, возьми себе вот этот предмет и горе злочасти в придачу. Все. Предмет ты можешь бросить, а горе злочасти останется. Так что, вы видите теперь, боже мой, чему я вас учу? Зачем мне? Это просто, это аспект фундаментальной науки. Совершенно не обязательно пробовать на практике все это. Вот. И к нему дает проклятие, что всякий, кто будет обладать этим кладом, будет счастлив, но из-за него погибнет семь великих героев. Вот тут мы остановимся. Знаете, сколько золота потребовалось, чтобы выплатить вену за этого презренного карлика отра? Хейдмар требует, чтобы выдру, эту шкурку, набили красным золотом, а сверху засыпали белым золотом, и чтобы не было видно больше никакой подробности от этой выдры, потому что его отцовское сердце иначе надрывается, видимо. Тушку набивают красным золотом, но Хейдмар ставит ее вертикально на лапки, ну так, как она стояла бы, наверное, после работы успешного токсидормиста в зоологическом музее. И кучку надо насыпать побольше. Белого золота карлика андваре хватает на то, чтобы засыпать выдру, но Хейдмар заметил кольцо на пальце у Локи. Локи вынужденно снимает кольцо, отдает ее Хейдмару, но при этом, естественно, прибавляет, что да, но все великие герои погибнут из-за того, что у тебя будет это кольцо. И горе зачастие в придачу. Говорит, Локи это бог беззаботного веселья. Ус выдры придавливается кольцом, на чем вроде бы все хорошее заканчивается. Если считать, что то, что уже произошло, это хорошо. Стоп. А вот теперь важные для нас аспекты. Саму сказку вы знаете. Итак, три авторитетных бога, трое авторитетных богов идут, видят авторитетного карлика, сына великовыдающегося волшебника, который поймал лосося и зажмурился от наслаждения, когда его ел. То есть, понятно становится, что даже такой авторитетный карлик с такими выдающимися талантами, не каждый день ловят лосося. Боги сдирают с выдры шкуру. И эти боги высшего состава богов бегут хвастаться содеянным. То есть, становится понятно, что не каждый день богам удается содрать шкуру с выдры. Они приносят эту шкуру. С них требует нечеловеческий огромный выкуп, чтобы они набили шкуру красным золотом, а засыпали сверху белым. У меня вопрос, ювелира к ювелирам вообще говоря. А что такое красное золото? А что такое белое золото? Мы не знаем. Не то, что мы не знаем, это они не знают. Известно, что золото это очень круто, но золото нет. В пространстве, где обитают викинги, золото большая редкость. Его скорее нет, чем оно есть. Впрочем, как и серебро. Дошедшие до нас клады викингов это преимущественно гнутая серебряная проволока, серебряные деньги, не бог из какого серебра. Золото там некачественно очень мало и это большая находка. Вот такой клад это сверхчеловеческий огромный клад. Тут есть золото. В те времена, когда складываются песни старше Эдды, они понятия не имеют, что такое золото. Поэтому золото бывает красным, поэтому золото бывает белым, потому что никто не знает, что такое золото. Наверное, это очень крутое золото красное и белое. как иначе это объяснить. Веде такие штуки бывают. Многие исследователи склоняются к тому, что эдическая мифология базируется на германской мифологии. Ну да, то есть, например, Бальдура убивают стрелой, вырезанной из ветки амелы, а у амелы нет веток. И амелы там не растет. Там, где убили Бальдура, амелы не растет. Амелы это ведьминые метла, то есть, это паразитическое растение, лишенное стебля, то есть, это зеленые пручки такие, вечно зеленые, с ядовитыми ягодками. Амела описывается в эпосе как кустик в исландской царе. В Германии амела растет, там с амелой все нормально. Так что, есть вероятность предполагать, что первоначально эти мифы приходят из Германии. Серьезная вероятность предполагать, потому что в дальнейшем мифы о героях описывают события времен Великого Переселения народов. Вся заварушка между Сигурдом Гунтером и Сигурдом Гуннером и появлением Атли из дома Будли. Все это базируется на тех же событиях, что и в песне о Небелунгах, то есть на 437 году о разорении Бургундского царства, столицы в Вормсе на территории современной Германии Атилой Атила Атли Гуннер Гуннер Зигфрид Сигурд и так далее. Вот теперь по поводу этих кладов. Вот если представьте, а что вам делать с кладом? Вот вы викинг, да? Викинг, У вас есть клад. Да? Некоторое количество некачественного серебра. И нет экономики. Вот что вообще говоря делать с этим кладом? Что с ним делают другие персонажи Эдды? Очень похожие на вот этого человека, живущего в таком вот дому, в таких вот мирах. Посмотрите, как человек устроен. У Хейдмара еще два сына. Один карлик Реген, другой дракон Фафнер. Ну, опять-таки, генетика тогда была только в зачатке, как наука. Вот и Реген подговаривает Фафнера, что, дескать, ну, как нехорошо. Отец взял Вену, выкуп, за брата и не поделился. А чем занимается Хейдмар? Он занимается тем, что стражи золота. Он сидит этим золотом и он счастлив. Насколько может быть счастливым в те времена. Фафнер вползает в дом своего отца и убивает отца. Страшное преступление, более страшное для тех времен, чем для наших. Почему? Потому что роды применяют отношения, потому что кровь. После чего Фафнер забирает все золото, отправляется вместе с ним к себе и там, свернувшись на нем кольцами, надев на себя шлем страшила, лежит и сипит. Нигде не написано, чтобы он тратил это золото. Он счастлив. Он лежит на золоте, свернувшись кольцами, в полном восторге от ситуации. А что же Регин? А в душе у Регина зреет месть? Ведь Фафнер убил его отца. Стоп. Дождите. Очень хочется уточнить. Подождите, но ведь это Регин спровоцировал Фафнера, чтобы тот убил отца. И, скорее всего, Регин, если уж, должен быть чем-то недовольным, после того, как первая часть плана осуществилась, это тем, что с ним не поделились золотом. Но это на периферии варварского сознания карлика Регина. Потому что главное здесь то, что надо мстить за смерть отца. А как же иначе? Но Регин не может убить Фафнера, потому что Фафнер его брат. У Регина есть любимый ученик Сигурд, который великий герой, сын Сигмунда. И Регин выковал меч Сигурду. Меч, которым Сигурд тотчас разрубил на ковальне. И Сигурду нужно отмстить за своего учителя. Он выкапывает яму, и когда Фафнер спускается к водопою, то Сигурд пронзает сердце Фафнера своим мечом. Фафнер издыхает. Он бьется, ударяясь одновременно хвостом и головой о землю. Древние эпосы очень любят подробности натуралистические. Спрашивают, как тебя зовут. Сигурд отвечает уклончиво. Меня зовут Красный зверь, говорит он. Вспомним, когда слепленок Кеклоп Палифем кричал, как тебя зовут Одиссею, тот ответил, меня зовут никто. Понятно, умирающего очень сильны его слова. Может прокляствовать, поэтому не надо сразу называть имя, потому что может горяча проклясть. у тебя красный красный зверь, но потом знаешь, что у Фафнера есть дар пророчества, садится и на курточке расспрашивает Фафнера умирающего, а что ждет Сигурда. Важный момент. Сигурд, согласно речам Гриппера из Эдды, уже знает, что его ждет. И все знают, что его ждет. Но странное дело, когда речь идет о судьбе у викингов, то вот вы спрашиваете про свою судьбу, вам говорят, вот ты сейчас не спрашивай, не спрашивай, не спрашивай, не спрашивай, хорошо расскажу. Вот ты сейчас выйдешь, пойдешь направо, там Валькирия спит. Если ты ее разбудишь, то она значит, между вами случится то, чего вы оба так боитесь, вот потом у тебя откроется язык рун, потом то-то-то, потом ты делаешь это-это-это-это, потом убьешь этого, вот потом тебя убьют эти, и потом все в общем кончится. Вот так вот. Если мы узнаем таким образом свою судьбу, мы говорим, спасибо, и так значит, где Валькирия? Направо, до свидания, да, и идем налево. Но совсем не так будут вести себя древние герои. Им нужно знать свою судьбу, чтобы ей следовать. то есть, Сигурд пойдет направо, там, где ледосипит Валькирия, и будет именно так, как ему и предсказали. И вот, посмотрите-ка, Сигурд, Реген просит изжарить ему сердце брата, чтобы насытиться им. Сигурд жарит сердце, чтобы проверить, хорошо ли он приготовился, он тычет с него пальцем, понятно, что кулинар из него так себе, вот, да, обжигается, засовывает пальцем в рот и слышит, как две птицы разговаривают. Он научается понимать язык зверей птиц. Что, дескать, мол, вот Реген, он спит, а в душе его зреет мстительный замысел. Он хочет любить Сигурды, потому что он должен выступить мстителем за брата. Ну, а как иначе? Понимаете? То есть, это родоплеменные отношения. Отношения к крови это главное. Сигурд всего на все любимый ученик, ну, считай, там, друг младший, там, кто угодно, великий герой, но Сигурд убил брата. Подожди, Реген, ну, разве не ты хотел, чтобы Сигурд убил твой брат? Да, хотел. То есть, вы видите, что происходит? Что они внутри, вот как они снаружи, вот такие вот, что внутри то же самое, что нет несоприкасающейся идеи надо мстить за отца, надо мстить убийце брата. И две мысли, что это ты настаивал, чтобы убили отца, чтобы брат убил отца, это ты настоял, чтобы убили твоего брата. Ну, как же, ну, а месть? То есть, вы понимаете, что этика, внутренний человек оказывается так же разделен, что это разные несоприкасающиеся точки идеи. Вот это в древности про викингов тут мы ничего сказать не можем про искусство, скульптуру викингов, потому что у них это и скульптуры шусь с каёшем. Вот, но вообще говоря, любая древняя скульптура, с чего начинается? На неё одна точка зрения, лицом к лицу. У неё нет дуги обхода, на неё неинтересно смотреть с разных точек зрения. Вся архаическая скульптура, она вот такая. И на человека одна точка зрения. И если в человеческое сознание попадает две противоречивые идеи, они между собою никак... То есть, эта ситуация, как говорится в старшей, как в песне а не белунгах, что есть ситуации, в которых нет хорошего решения. Что тут какое-то руководство должно быть в этом разорванном внутреннем человеке, у этого разорванного внутреннего человека, как надо поступать. Здесь понятно. Голос крови. Они устроены так, что в них главное это кровь. хеогни и гуннар убили любимого мужа Сигурда у Гудру, своей сестры. Да, гуннар, хеогни и готтерн, три короля. Ну, это все то же самое, что Гунтер, Гернат и Гизельхер в песне о небелунгах. Ну, чтобы было понятнее. А Гудру, он то же самое, что Кримхильда. Все очень просто. Вот. Итак, Готтерн, который по юности своей не давал обета дружбы Сигурду, наносит ему удар. Сигурд в ответ бросает меч, который разрубает юного короля Готтерму пополам, так что его грудь и руки отлетели в кусты, а ноги подломились и зад упал на землю. Опять-таки, жестокость есть? Есть. Садизм есть? Нет. Чем хороши древние эпосы, что в них нет садизма. Садизм это достояние высокой культуры. Итак, и что потом? Гудрун мучительно переживает. Она не может плакать, согласно второй песне о Гудрун. Она не может плакать, покуда одна из старых женщин не сдирает из раненого Сигурда одеяло, и Гудрун не видит, и старуха говорит ей, взгляни, вот то тело, которое ты любила, то тело, которое ты ласкала, посмотри, как они его изуродовали. И тогда Гудрун начинает плакать, и все женщины переводят дыхание, потому что понимают, что она останется жить. Если она заплакала, значит, она сможет в слезах излить свои горе. Проходит время. Гудрун выходит замуж за Атли из дома Будли. Она в свое время этим братьям сказала уцелевшим, что они еще получат отмещение за ее мужа. она произносит пророческие слова, дескать, мол, что вас всех Атли еще братьям через некоторое время получают приглашение от Атли из дома Будли навестить его и свою сестру. Гудрун посылает им кольцо, в которое вплетен волчий волос. Нет бы им догадаться, что их ждет измена, ведь всякий из нас понимает, что однозначен символ кольцо, а в нем волчий волос, естественно, ехать никуда не надо. Они смеются и едут. Их женам снятся пророческие сны, над ними смеются и едут. Они едут навстречу своей и едут и несут на себя проклятие, связанное с кладом, полученным им от Сигурда. Они приезжают к Думу Атли. Их не пускают туда. Они силой вламываются, с ними сражаются. Гудрун хватает меч и начинает биться на стороне своих братьев, которые убили ее любимого мужа Сигурда. Почему? Потому что это братья, а это муж. Потому что кровь главная. То есть выбор такой. Если сложная моральная ситуация, ищи родство. Главное это кровь. В конечном счете все равно Гуннер и Хегни убиты. Не буду рассказывать, как вы все знаете. А что происходит дальше? Гудрун идет к своим детям, играет с ними, ласкает их. Ее спрашивают, мама, ты хочешь нас убить? Заметим, точно так же ведет себя Федора у Еврипида с детьми Исона. Ей задают тот же самый вопрос и получают тот же самый ответ. Да, вынуждена убить. Но тут есть как бы что потом она сделает из их черепов чаши, смешает их кровь с пивом, изжалит их сердца и принесет все это в качестве выпивки и закуски Атли. А потом раскроет Атли глаза. Атли будет очень недоволен. Но все равно зайдет на ложе с Гудрун и там его Гудрун убьет. Как собственно говоря убила исторического Атиллу его невеста через несколько часов после звания. Как же так? Она убила собственных детей. она убила детей из дома Вудли. Это дети Атли. Понимаете? Это не ее дети. Она просто выносила семя Атли. Женщин нужен за тем, чтобы вынашивать семя. В них прорастает семя, в ребенка. И в жилах этого ребенка кровь отца. Что семя-то? Она из одной семьи с Гуннером и Хеопни. Понимаете, это как у Геродота, когда Кир спрашивает у женщины, ее всю семью приговорили к смерти. Та горестно вопила и орала под окнами скучающего царя, что тот позвал и сказал, ну ладно, скажи, кого хочешь, чтобы помиловали. У нее осуждены на смерть ее. Муж, брат и дети. Кого она выбирает? Конечно, брат. Какая мотивация? Муж и дети у меня еще могут быть, а брата у меня уже не будет. Вы понимаете, из-за этим представление о человеческой индивидуальности, то есть вы понимаете, какая у них индивидуальность? Личность у них вот такая, то есть они герои, они там с этими, понимаете, они там разрубают человека вместе с конем, ну ладно, на четыре половинки, да, они там выворачивают печень так, что тьма и мочь покрыла, они там разрубают живот так, что кишки внутренне вываливаются на подушку в колеснице, понимаете, это личность, а что касается внутреннего мира, индивидуальности, во, во, микроскопическое, то есть не вопрос, что эти другие дети и другой муж, важна стальная функция, муж, дети, брат. То есть вот разорванный внутренний человек, вернее, разделенный на, при помощи примитивного анализа, на разные этические составляющие, которые не составляют единого целого.